Снова здравствуйте! Всех приветствую на своем канале. Как-то был запрос, несколько раз повторялся на мою косметику. Я уже делала, кажется, видео фавориты косметики и что-то в этом роде, но раз еще раз запрос пришел, то решила делать повторно. В общем, начну я, пожалуй, вот с этой маски. У меня две было в подарок, одна по баллам, другая в подарок. Одну я покупала сама, одну мне подарила Аленка. Привет тебе, если смотришь меня. И вот эта маска Планета Спа, она еще не открыта, потому что я пользуюсь сейчас немножко другим бальзамом для волос. Она мне очень нравится. И если... В принципе, она универсальна, мне кажется, она для всех типов волос подойдет. У меня, к примеру, тонкие и жирные, она вполне нормально ложится. И волосы пышные, и, короче, в общем, очень классная маска. Я вам ее советую. Эйвен Планета Спа, русская баня с эстратами сибирской сосны, эвкалиптовлажняющая маска для волос. 200 мл хватает довольно надолго. Буквально совсем чуть-чуть, она такая зеленоватая. В общем, классная маска. Так. Вот это довольно дешевое средство, хотя я делала себе сама. В прошлом году лосьон из огурца. Это огуречный лосьон. Ну, конечно, так, фирма Текосметикс. Тут химия в основном, я подозреваю, это краска и ароматизаторы спирт. Но вот именно спиртовой лосьончик, он, в принципе, хорошо, когда вот жирная кожа, или, допустим, когда летом, или когда кожа просто слегка жирнится. У меня она то сухая, то жирная. Вообще, по-моему, она смежная. Где-то она там сухая, где-то она жирная. Когда я как приспичит, короче говоря. В общем, мне нравятся такие спиртовые лосьоны. Раньше, когда я не пользовалась ни Эйвен, ни Фраше, ни Гринмама, я очень часто его покупала. Или розовый лосьон, или еще какой-нибудь. Вот это я купила года два, наверное, или три назад. Про запас сразу два флакончика. А то вот у меня осталось от второго флакончика. Да, наверное, года два назад. В общем, срок годности у него еще не вышел. Его вполне можно пользовать. Ну, я иногда им пользуюсь, иногда часто, иногда нет. Но вот суть такая, что я давно уже больше десяти, не знаю, лет шестнадцати, может, или семнадцати начала покупать. Он мне очень, короче, нравится. Если вот у кого там, кто любит бюджетную косметику, это вообще очень бюджетно. По-моему, рублей двадцать стоит. Так, мне нравится очень вот эта маска. Я ее много-много раз покупала. Она у меня тут вроде как заканчивается, но пока никак не закончится. Она сроком до сентября 2016 года. Это маска, освежающая коалиновая с ментолом от Грин Мамы. В серии улетает, ну, типа, защита от угрей. На самом деле, просто она, вот, допустим, кожа немножко жирная, да, и я сегодня ее накладывала на лицо. Можно применять два-три раза в неделю и через 20 минут смывать теплой водой. После вскрытия ей хранится шесть месяцев, но на самом деле она хранится намного больше, дольше, если правильно храните, то вполне себе живет. Вот она у меня уже давно открыта. Она мне очень нравится тут 100 миллилитров. Ну, правда, косметика Грин Мамы, конечно, подорожала раза в два. Ну, и я покупала ее, наверное, еще когда-то она... Ну, может, года два назад, когда я еще покупала, так, про запас. В общем, она мне очень нравится. Есть еще просто у них такой же серии. Это коалиновая маска с витамина F без ментола. Она мне тоже очень нравится. Ну, мятная чисто из-за того, что иногда вот так голова дико болит, и так еще просто вроде маску надо наложить, да, я ее накладываю так свежо, хорошо. Так-с, я, пожалуй, это немножко отложу на свою кровать с бардачком. У меня там полотенца лежат. Потому что у нас была такая ветрища сегодня, и я постаралась снять, успеть снять для того, как все это действие начнется. Мне очень нравится вот этот крем. Это у меня второй в тюбик. Флакон тут 165 грамм. Это белорусский крем серия Каприз. Крем для рук и ногтей, защита, регенерация, классик с кокосовым маслом. Бел Космекс. Я покупала его за 88, что ли. Ну, в общем, этих. Короче, белорусских рублей. А, нет, за 80... Примерно за 80 рублей русских, если переводить. 22 тысячи он стоил белорусских рублей. Если я в этом году, когда поеду с 21 по 25 июля в Белоруссию, если у меня будет возможность, то я увижу, то я, наверное, себе куплю. И он очень долго хватает. Он действительно хорошо с ногтями и руками, кожей рук соприкасается. Короче, очень классный. Он мне нравится. Он прикольно пахнет. Таким, в принципе, кокосиком. Так, сюда мы его поставим. Ну, мой фаворит. Это уже, наверное, мой третий дезик самопальный. Вообще-то, флакончик от Арифлейм. Что можно увидеть? Кружочек тут такой. У меня в прошлом году в нем покупала дезик. Не в прошлом, даже, наверное, за прошлом году покупала дезик с розой у одного из знакомых распространителей этого Арифлейма. Ну, дезик с розой, в принципе, сам себе был прикольный. Ну, я делала уже тут, просто использую флакончик. У меня тут смесь моих масел. Если кому интересно, просто на канале есть, в разделе о канале есть ссылка как раз на мою группу ВКонтакте на эту тему. Так, мне очень нравится бальзам для волос. Вот этот вот. Он хорошо идет с любым шампунем. Не только гринмамовским. Я такой дарила Аленке, кстати. Это как тоже гринмама, только серия Дениса Зарнин. Ну, под серия, как бы, и серия Солнечный круг. Это на самом деле бальзам для волос, водоустойчивый, солнечный фильтр, SPF03. От выгорания защищает 250 мл. Его можно пользоваться как бальзам для волос на 1-2 минуты, или как маску, допустим, на 10-15 минут. Очень хороший, он мне нравится. И на него тогда была скидка. Сначала я покупала, как за полную цену, потом на него была скидка. Он стоил 100 рублей. Ну, за 100 рублей, короче, я его покупала за 50 мл. Он до июля 2017 года. В общем, если... Кажется, он еще есть в гринмаме. Ну, в общем, если вам хочется не выгорать или хочется попробовать, то можете его купить. Такс. Потом. У меня еще в запасе, кстати, вот, ну, там есть еще. Или это еще запас, ведь, знает. В общем, я его еще не доделала в ванной. Тот, который был в пустых баночках, я думала, что он наконец-то закончится, но пока не доделся. Вот эта маска мне нравится. Мне очень нравится вот увлажняющая маска серии Эйвен Планета Спа. Это спарит удовольствие с маслом африканского дерева ши. Экстракт там какао. Маска для лица. 75 мл. Если вы хотите побыть негром, при этом вкусно пахнущим, то можете ее заюзать. Она действительно кожа мягкая, увлажненная после нее. Такая же вот маска, там, с оливой еще есть, потом с ши, кажется, с маслом. Вот это похоже на маску гринмамы. Тоже такая, в общем, ну, если у вас чуть слегка жирная кожа, и вроде как-то хочется ее почистить, поулучить, то самое то. Эйвен Планета Спа. Русская баня с экстрактом Сибирь-Коснснеев Калипта. Маска для глубокого очищения кожи лица. 75 мл. Она мне тогда пришла в подарок за, кажется, второй или первый мой заказ. В общем, в наборе с той маской для волос, той же серии. В общем, эта маска у меня все еще живая. И вот сколько больше, чем полгода я занимаюсь Эйвеной, и у меня вполне ее еще хватает. В общем, она мне очень нравится. Она тут даже вроде как поберела, тут что-то вылезла. Она классная маска. В принципе, я вам такую маску советую. Так, чтоб мне не перепутать, что я уже обозрела. Очень я люблю вот этот гель для душа. Освежающий гель для душа, мятый эвкалипт. Я его один раз уже пользовала. Грин Мама, 250 мл. В общем, у меня его очень любит тетушка моя. Кто-то из сестер у меня тоже его любит. И вот как я только началась заниматься Грин Мамой в 2011 году. Это первый гель, который я постоянно покупала. Летом самое то. Иногда зимой им пользуюсь, когда вот просто жарко. Летом это вообще самое то. Хотя у меня сейчас стоит немножко другой гель в ванной. Но этим я тоже иногда прихожу. И вот хочется именно освежиться. Это вот очень классный гель. Ну, конечно, он сейчас и стоит там около 297 рублей, что ли. Я его, кажется, по скидке брала. Ну, по небольшой скидке. Но, в общем, он очень классный. И он мне очень нравится. Он действительно такой мятный. Очень люблю вот этот шампунь. Уже не первый раз покупаю. Но тут видно, что сколько тут оно есть. Да, его надолго довольно хватает. Это шампунь от перхоти. Лесная вишня и репеник. Лечебно-оздоровительный курс. На самом деле, я его пользуюсь не потому, что у меня есть перхоть. Перхоти у меня нет. Довольно давно уже. Можно сказать, фу-фу-тук-тук. Да. И, в общем, это формула. Такие. Геленмама шампунь от перхоти. 400 миллилитров. Он стоит около 200 рублей. Ну, может, 220. Где-то так. Если я ничего не путаю. В общем, в принципе, даже с подорожанием. Это довольно достойный шампунь. Я считаю, что за такой объемный это недорого, в принципе. Но не дороже, чем в других фирмах. Может, даже дешевле. Он вот такой вот, ну, вроде как густой консистенции. Гелеобразный. Его на очень долго хватает. И он мне очень-очень нравится. Он мне даже нравится больше, чем все вот. Там, допустим, шампунь для жирных волос. Вот он мне даже больше подходит, чем просто шампунь для жирных волос из серии Тайги. И вкусный, очень такой запах. На сайте Green Mama можно его купить в наборе с маской для волос. Кажется, там 150, что ли, миллилитров. В общем, он подходит для всех типов волос. И он мне очень нравится. Я советую его просто вам. Даже не то, что там у вас перхоть или что-то еще. Green Mama косметика считается как бы оздоровительной. Да, лечебная косметика. Но он очень классный. Я его очень люблю. Иногда просто покупаю. Даже просто потому, что он с вишенкой. Очень люблю вот эту пасту. Года три уже такой пользуюсь. Но иногда мне дарят какую-то другую пасту. Но вот мне очень нравится знахарь. Знахарь зубная паста. А это у меня с серебром. Сейчас планы у меня стоят, не помню, с чем-то другим. Он просто у меня стоит такой запасик. И раньше я покупала в магазине. Теперь она почему-то продается исключительно в фейкспрессе. Я даже как-то специально ездила. За двумя тюбиками купила сразу этого. Для чувствительных зубов. Ну да, у меня зубы-то вообще с прибабахом. Там некоторые говорили, что у меня нет зубов. Ребята, у меня нет только трех зубов. Вот здесь, вот здесь и вот здесь. Но да и то они в процессе роста. Потому что у меня что-то тут десна как-то чувствуют себя беременными. И у меня уже десятый день как голова болит. Если смотрящие меня малолетки, потому что именно в основном малолетки что-то там прыгают, искат, что-то и называют меня бабушкой. Да, бабушек вы не видели. Считайте меня своим врагом. То есть даже вам я не желаю такой этой мигрени на 10 дней. Очень мне понравился вот этот крем. Он все никак не закончится. Это наша свобода. 39 грамм 6 месяцев после вскрытия. Крем Кариной гель для лица. Идеальное средство для ежедневного активного увлажнения кожи. Применятельно бла-бла-бла-бла. Утром или вечером. Ну вообще это утром написано. Или утром или вечером его наношу. Очень классный. Не поверьте, он стоил 19 рублей всего лишь. У меня как-то закончились деньги. Закончился крем. Деньги должны были перевезти, но что-то их не было. Крем было надо. Я его пошла в магазин. Просто гляну, что вообще хоть есть. Самое дешевое купила. Ну думаю, если не подойдет, так хрен с ним. А он очень классный. Так. Очень люблю вот этот скраб. Эйван Сенсенс отшелушивающий. Пробуждающий цитрусовый заряд скраб для тела 200 мл. Это у меня, кажется, уже третий тюбик, но я его еще пока не открывала. Тут видно, что вроде как он не полный, но он действительно только еще целый. Чисто из-за того, что у него такой шикарный аромат. Мне он очень нравится. А еще потому, что единственный скраб, который даже не грин... Нет, у Гринмами там не совсем такое. Там есть только скраб целлюлитный и для ног. Ну и, соответственно, еще для лица. Ни фрашевские вот эти скрабирующие гелени и что-то еще, ни другие какие-то эйвоновские не помогли мне избавиться от шрамов на ногах. В прошлом году у меня на коленях... Я очень сильно разбила колени. Не буду даваться негатив и то, что там было. Но у меня очень огромные шрамы были. Именно только этот вот помог мне с ними справиться. Так. Очень люблю вот эту помадку. То бишь, она вообще-то бальзам для губ. Она уже практически все стерлась. Это и фрашевый вишневый бальзам для губ. Вот его совсем чуть-чуть осталось. Но я им уже пользуюсь практически два года. И он все никак не закончится. Очень классно. Он по вкусу напоминает клюковку, а не вишенку. И он мягкий при нанесении. Ну и он действительно как увлажняет. Очень люблю помаду этой серии. У меня была такая красная. Но по-моему ее уже не выпускают. Сейчас у меня осталась только коричневая. Я ее, ну где-то чуть меньше, чем половину истратила. Хотя у меня... Или я забыла сегодня губы покрасить. Перед этим видео. Или у меня уже все съелось. Или у меня был какой-то просто другой бальзам. Вот. Такая вот она мне очень нравится. Воспользу не буду делать. Потому что если вам интересно, просто где-то есть обзор моих помад. Мне нравится вот этот бальзамчик. Точнее блеск. Там вот тут уже, ну где-то чуть, около половины мне ее подарила Женька. Это черри вишневый. Это Reflame. Я его одно время использовала в своих видеообзорах. Мне очень нравится помадка, которая мне приходила от Эйвен в подарок. Отца за 20 рублей. Я ее почти наполовину делала. Это какая-то там из новой серии. Из какой-то на тот момент. Вот. Еще мне очень нравится в дуэте пользоваться исключительно для обзоров. Потом я после долгого времени обзоров я стала выходить. Люди, так сказать, на улицу с этим дуэтом. Это Calvin Klein. Этот красный блед для губ с объемом, в общем, для объема губ с мятным маслом. Он у меня уже лет 5. У меня пришел в подарок за какой-то заказ. И он еще, в общем, я им даже порисовать умудрилась уже этой кисточкой когда-то. Потому что он сам по себе просто растекается на губах. А когда нижнюю губу чуть-чуть покрасить этим и поверх нанести Ивановский бальзамчик, то очень классный эффект идет. Или вот с этим вот сочетанием в чистом виде он... Вообще его в пустых баночках уже обозревало. Я думала, что он почти закончился, но он еще чуть-чуть там осталось. В чистом виде он мне не шел. У меня на него аллергия. Но поверх какой-то помады, чисто для обзора, очень хорошо сочетается со всеми видами помад. И даже с блесками очень хорошо смотрится на губах. Ну и, пожалуй, это все из всех. Ну, могу сказать, что вот, хоть мне Аленка подарила тоник фаверликовский, я им пользуюсь. Нормально так смываю. Ну, иногда вместо пенки для умывания смываю, значит, этот свой блед для губ или помаду. У меня тут во флаконе от фрашевского какого-то спрея мой спрей имени меня. Я им... Ну, в смысле, тоник. Это на соке алоэ. Тут сок алоэ, череда глицерина, эфирное масло шалфея, мускатного и чайного дерева. 30 апреля я делала. 19-30, не поверите, этого года. Я его, в общем, назвала как спрей от прыщей, но я им чисто протираю лицо. И если потрясти, то он более мутный. Ну, и из-за того, что там сок алоэ, он воняет так. Вообще сок алоэ сам по себе пахнет как-то специфически. Вот, ну и еще масло имени меня. Оно мне тоже очень понравилось. Ну, сам себя не похвалишь, никто ведь не похвалит, да? Но я им смываю бальзамы и блески для губ. Ну, в общем, помады, блески, бальзамы для губ, особенно те, которые пенкой не особо смоются. Или, допустим, смываешь пенкой, потом все равно чувствуешь какую-то липкость. Тут у меня гидролат розы и смесь масел, которые у меня были в недомыле из золы. В общем, вот такой у меня обзор моей косметики-фаворитов. Если вам было это интересно и что-то вы там подчеркнули для себя, то я рада. И до новых встреч. Пока! Пока!